Всем привет, друзья! Евросоюз решил серьезно взяться за граждан иностранных государств, которые нарушают сроки пребывания в еврозоне или были пойманы на нелегальной работе, а также использовали иные мошеннические схемы для работы в Европе. Мы рассказывали в своих прошлых видео о шведской схеме получения налоговых номеров и трудоустройств нелегально, которая использовалась гражданами Узбекистана в течение нескольких лет. В 2022 году визовая политика Европы потерпит кардинальные изменения. В Евросоюзе вводят Европейскую систему информации о поездках и разрешениях ИТИАС, которую планируют внедрить с конца 2022 года. Официальные обоснования – повышение безопасности границ ЕС и снижение угрозы терроризма и других серьезных преступлений. ИТИАС будет действовать для туризма и деловых целей, а также использоваться для транзита через страны Шенгенского соглашения. Туристам, как утверждается в правилах, после внедрения системы подавать онлайн-заявку станет быстро и удобно через специальную форму, где будут указываться несколько основных личных и паспортных данных. Также потребуется заплатить и визовый сбор. Далее, как заявляют авторы системы, информация, предоставленная заявителем, автоматически стверяется ИТИАС с несколькими базами данных международной безопасности. Таким образом, можно быстро выявить потенциально опасных лиц и запретить им пересечение границ ЕС через любую страну, в том числе литовский и латвийский коридор, считают эксперты. Туриста проверят по Шенгенской информационной системе, визовой информационной системе и данным Европола. Соответственно, эти базы данных хранят сведения о визах, нарушителях пограничного контроля, а также о серьезных международных преступлениях и осужденных преступниках. Используйте только легальные пути иммиграции. Трудоустраивайтесь официально. Всем удачи в иммиграции!